Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас есть шоу арены, где нам нужно сразить парочку рексов, всего лишь один бой, очень легко, за легендарную награду, да, вообще, милости прошу, обязательно нужно сделать, и бой с усилением, где нужно брать хотя бы одного травоядного, и там у нас будут травоядные, в общем-то. Давайте начнем, так сказать, с разминки, у нас тут рексы, пексы, фексы, шмексы, да, и давайте сейчас тут посмотрим, кем бы нам бы постражаться. Так, кто бы тут, вот один может кто-то взять, кого-то может одного, чтобы взял и всех там нагнул, так, карника, это я только что сражался в турнире, да, это один из самых сильных редких динозавров. Так, да, мне бы вот, о, вот такой вот парень, цератопсы, знаете, у нас же как обычно, да, давайте травоядным пойдем, пойдем травоядными, цератопсами какими-то пойдем, допустим, такой гибрид, и эйник. Ну, думаю, вдвоем сейчас, как бы, классическая битва, да, битва, в которой хищник проигрывал очень часто, то есть Терекс, да, часто проигрывал три цератопса. Один удар, один труп. Давайте проверим, как у нас будет на этот раз. Вот так, так, все друг друга боятся, все сидят в глупой защите, два удара мы легко выдержим, и нет. Ну, блин, ну, на самом деле, если я его не пробью одного, то, как бы, эйник вряд ли справится с тремя. Сейчас посмотрим. Сила укуса, конечно, штука. Да, блин, и ничего, нет. Окей, на этот раз Рексы победили. Ну, рискнем. Если он атакует нас больше, ну, на три, то нам хана. Ну, потому что три в защиту ставить я просто не смогу пробить тираннозавра никак. Всего лишь на один он проатаковал. Ну, еще одного я заберу с собой, и все. Ну, все, наша песенка спет. Ну, да, 854, у него там баллов много. И легкая победа тираннозавра, так казалось. Да, но слишком слабый, слабый, да. Урон показался. У Рекса все-таки был бонус, у нас был минус, и да. Ну, ничего. Всякое бывало, да? Рексы тоже побеждали. Так, все существа, давайте, травоядные, посмотрим. Еще посмотрим. Ну, если с Рексами, как бы, дело не случилось. С травоядными. Так, то, чтобы нам тут взять такого, чтобы могло с ним исправиться. Если взять... Блин, да тут и некого особо так и взять, всего лишь два, чтобы было... Ну, в смысле, одинаковых. А, вот есть урхи. Вот, ну, допустим, взять, ну, типа, блин, ну, нету броников сильных, нету. Ну, если взять Амаргазавра, Анкелодока, например, и Апатозавра, ну, что-то это тоже не получится, наверное. Ну, давайте попробуем, почему бы. Давайте попробуем. Может, и в этот раз Рексы нам сделают очень больно. Так, три. Пробил. Пробил. А он меня пробить не сможет. Зауроподы, в общем-то, все-таки победят, да. Масса решает. И агрессивность тоже. У нас какой дико агрессивный Апатозавр попался. Он просто посмотрел фильм о Миреевского периода, увидел, как там Индоминус Апатозавра машинковал целую дюжину и решил отомстить Терексу за это. Так, ну и все. Да. Здесь все получилось очень даже легко. Ну, Эднич просто был очень слабый. 220 всего лишь у него была сила удара. Это, конечно, ни о чем. Против 800 ударов Рекса. И у Найзавр. Так, и теперь давайте пойдем к условиям взять хотя бы одного травоядного. А потом будет два травоядных и три травоядных, так я понимаю. Но у нас травоядных много, на самом деле. Так что, как бы, так что, как бы, не беда. Можно взять попробовать троих травоядных. 4 700. Давайте вот так попробуем. Странные условия. Взять не больше одного травоядного. Так, я возьму хищников остальных тогда. Че мне стоит вообще их нашинковать? Вот Барионис, например, пойдет. И Акаркант. Хотя, ну давайте попробуем. А, ё-моё, блин. Нет, все, от меня и назад. Травоядные. И Урхика. Я усиление не выбрал. Во, теперь погнали. Какой крохотка, Стиги. А вот так вот. Это печально. 4 балла у него целых. Он атакует на 4. Так, ну с помощью этого я тут легко, конечно, победил бы. Мы попробуем и так победить пока что. У него будет 3 балла, да? Надеюсь. Может, мы выживем? Если он атакует меня на 3. Да. Он так и захотел сделать. Я ему атакую на 3. 1 балл переношу. Посмотрим, может, он без ухлений сможет подащить. Но у него 2 балла сейчас останется. 2 балла у него Гута, у меня 5. Могу ли я его пробить за 3? Вот в чем вопрос. 1, 2, 3. Да! Мы победили без усилений. Так, теперь у нас 2 травоядных. Но нам не страшно, мы только что справились с 3 травоядными. Давайте посмотрим. У нас еще есть травоядные, да? Так, 4 500 бьет первый, то есть его легко разберет вот этот парень. Допустим, и Аламбия. И Сигнадзук. И вот так вот. Ну, возможно, нам уже усиление понадобится, конечно же. Какой большой у Найрин, да? Высокий парень. Опять он ведет себя точно так же. Да, не атакует, а баллы переносит. Мощная Аламбия. Раз, два, три. И раз, два. Попробуем. Пока что повторяется все точка в точку. Он сейчас меня атакует на 3, да? Я ему отвечу тем же. Да, но на этот раз мне защита надо. Потому что он меня пробьет. Вот так вот. Панцирь. Используем панцирь. И побеждаем. Так, ну а сейчас можно взять, будет, троих хищничков. Давайте возьмем хищничка. Ах ты, нет. У нас сейчас условие взять троих, троих травоядных. Но это как бы будет изи. А, нет, не очень изи. А, ну вот апатчича возьмем, и все будет шоколадно. Погнали. Так, давайте на этот раз что мы будем делать? Будем, не будем ставить защиту. Он в прошлые два раза баллы переносил и не атаковал. А, ну, а теперь проатаковал гаденыш. Так, ну апатичем мы его вообще никак не можем продымажить. Так, ну, а здесь все легко. Два в удар, два в защиту. Он атакует нас на три. На все, что у него есть. Хотя мог бы и не атаковать. У меня четыре балла, наверное. Да, вот, нет, видите, здесь пошло по-другому. Но, используем щит и просто его нашинкуем. Ух ты, он перенес баллы. Хитер, хитер. На четыре из шести атакует, но от него уже не спасет. А-а-а! Че я сделал? Блин, промахнулся, блин, начал вкладывать в защиту. Хотя я хотел все в атаку, естественно. Травоядный яд. Тысяча генов практически, девятьсот и галимим. Еще одна военная. Еще тысяча генов и насута царатопс. Еще одна сута. Так, три набора. Три или пять. Три наборчика, ребятки. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok